Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Зима вернулась. Ульяновск накрыл мощный снегопад. Жители Ульяновской области научились управлять погодой в доме. Форум ГТО собрал спортсменов со всего региона. Зима не сдается. Сегодня в 2 часа ночи в Ульяновске начался снегопад, продлившийся вплоть до полудня. В гидромедцентре отметили, выпала декадная норма осадков. Губернатор Сергей Морозов призвал вывести на дороге всю имеющуюся технику. Сегодня Ульяновск и близлежащие районы области накрыл мощный снежный циклон. По информации синоптиков, утром в Ульяновске выпала декадная норма осадков. Добраться до работы с утра оказалось для ульяновцев делом проблематичным. Пробки на императорском и президентском мостах и на главных магистралях. По сообщению городской администрации, дорожно-коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Центральные улицы города обрабатывают реагентами. На очистку придомовых территорий выведено 60 единиц спецтехники. 45 из них отслеживаются по системе ГЛОНАСС. Дворники работают в полном объеме, то есть порядка 900 дворников сейчас находятся на территории, на придомовых территориях, на квартирах жилых домов. Очистка будет происходить в течение всего дня, пока не будут очищены все дворы. На очистку территорий города от снега вышло 83 единицы спецтехники. У нас в наличии имеется 42 единицы комбинированных дорожных машин. Все они сейчас на дороге вышли. 9 единиц работают на посыпке, 6 в правом береге, 3 в заволжье. И 33 единицы работают у нас на подметании. Тем временем снег не собирается останавливаться. По прогнозам синоптиков, буран продлится вплоть до вечера. Завтра же ожидается понижение температуры до минус 12. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, Главное управление МЧС России по Ульяновской области обращается к ульяновцам с просьбой ограничить передвижение на личном автотранспорте. В мэрии горожан просят не парковать автомобили на обочных дорог и во дворах, так как это мешает работе снегоуборочной техники. По вопросам уборки улиц от снега можно позвонить на круглосуточную единую диспетчерскую службу по номеру 05, а также по телефону 35 40 78. Жители региона могут оформить компенсации платы за вывоз мусора. Губернатор Сергей Морозов получил проработать вопрос предоставления льготы ульяновцам, нуждающимся в государственной поддержке. Компенсация будет выделяться жителям автоматически при оформлении документов на получение льгот по коммунальным услугам. За дополнительными консультациями жители могут обращаться по единому справочному номеру 8 800 350 46 46. Добиться регионального потребления коммунальных ресурсов и сэкономить средства на их оплату – мечта каждого собственника. Жители дома номер 12 по улице Корунковой начали воплощать мечту в жизнь. Подробности в нашем сюжете. Сегодня съемочная группа портала Улправды.ру посетила многоквартирный дом номер 12 по улице Корунковой, где бандернизирована система теплооснабжения. Мы приняли решение на общем собрании и решили установить погодный регулятор, чтобы как-то получить какую-то экономию. Потому что в предыдущие годы перегрев был очень большой. Люди постоянно открытыми форточками жили, жаловались. Жарко, то жарко, то холодно. Ну и пришли к этому мнению. По программе капитального ремонта общего имущества 180-квартирного 9-этажного дома 1985 года постройки работы были запланированы на 2044 год. Однако собственники решили не ждать так долго, а взяли инициативу в свои руки и установили прибор погодного регулирования на систему теплооснабжения. В итоге это позволило повысить энергоэффективность и сократить расходы жильцов квартир за отопление почти на 30%. За счет циркуляции уже принудительной насосами, то есть теплоноситель распределяется более равномерно, с большей скоростью и не требует большого такого количества самого объема. То есть объем сокращается, соответственно гигакалорий меньше. Жители дома планируют получить компенсацию части своих затрат на капремонт из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а это более 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что после февраля 2019 года процедура стала проще и быстрее. Продлен срок подачи заявок, увеличен ее максимальный размер с 50 до 80%, исключены избыточные требования к ее получателям. Не каждый дом может в программе участвовать. Во-первых, дом должен быть не моложе 5 лет, но не старше 60. На доме обязательно должны быть... Дом не должен быть аварийным. В доме капитальный ремонт, дом может быть сделан в период с 1 февраля 2017 года. Вот те дома, которые этот ремонт делали с того времени, могут уже в этой программе участвовать. Ну а еще очень важное участие. На доме должны непрерывно сниматься показания приборов учета в течение последних трех лет. Мечта каждого собственника экономия семейного бюджета за счет оплаты коммуналки реальна. Здесь главная активная гражданская позиция человека, рациональное использование возможностей и наличие специального счета для накопления на капитальный ремонт дома. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Ульяновцы смогут пройти обследование на передвижном флюорографе. Передвижная установка будет работать 15 и 16 марта с 11 до 18 часов около дома быта. Все желающие смогут проверить состояние системы органов дыхания и получить консультацию специалиста. Около 300 жителей региона приняли участие в традиционных испытаниях физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Фестиваль, который прошел в легкоатлетическом манеже «Спартак», выявил тех, кто не на словах, а на деле ведет здоровый образ жизни. На спортивную площадку всей семьей. Таков жизненный девиз Сергея Комаревцева из Сенгелея. Вместе с новьями Ярославом и Святославом они непременные участники традиционного областного зимнего фестиваля ГТО, который уже в четвертый раз прошел в регионе. Здесь не только как спорт, здесь общение, здесь новые дружбы, здесь новые знакомые. То есть вот этот фестиваль не только он рождает в себе спорт, но он рождает еще и дружбу. Около 300 участников из 12 районов области. Это количественный состав очередного форума ГТО. Нормативы выполняют как школьники, так и пенсионеры. В судейской бригаде тренеры по гимнастике, хоккею с мячом, легкой атлетике. С каждым годом фестиваль приобретает у нас большие популярности, и люди с удовольствием приезжают. Приезжает намного больше уже количества участников, и результаты, соответственно, у них уже вырастают. Подтягивания на перекладине, отжимания от пола, упражнения на гибкость, бег на короткие и длинные дистанции. В программе фестиваля четыре вида испытаний. Пока мужчины и юноши занимают перекладину, девушки и женщины устанавливают собственные рекорды в секторе для отжиманий. Не пустует и беговая дорожка. Если человек занимается, ну, будем говорить так, если делает зарядочку, и раз в неделю он выбирается, допустим, для занятий спортом, выходные, то этот человек вполне способен сдать даже на золотой знак отличие. Но если, конечно, ведет здоровый образ жизни. А в придачу, если справляется и с нормативами комплекса ГТО, то в награду ему знак отличия – бронзовый, серебряный и даже золотой. Впрочем, задача максимум организаторов такого фестиваля была сформирована еще в советские годы. Она звучит просто, но с глубоким смыслом – от значка ГТО к олимпийской медали. Этот девиз, которому уже очень много-много лет, актуален как никогда. Правда, понятия немножко сместились. Раньше он был значок, и их раздавали налево-направо. А сейчас это знак государственного образца, который дает себе привилегии. И поэтому носить его сейчас более почетно и, мне кажется, гордо. Фестиваль в легкоатлетическом манеже «Спартак» продлился до позднего вечера. По его итогам организаторы и определили обладателей знаков отличия ГТО. Михаил Сашанский. Новость Ульяновской правды. На следующей неделе в Ульяновске пройдет главное театральное событие года – фестиваль «Лицидей». Профессиональное жюри выберет лучший спектакль этого года, а зрители насладятся встречей с любимыми артистами. 20 марта в Ульяновске стартует 13-й фестиваль театров «Лицидей». В торжественный день в фойе драматического театра зрителей ждет спектакль в исполнении артистов «Клоун театра «Пластилиновый дождь» и музыкальное шоу «Звуки театра». 21 марта «Лицидей» откроет свою программу в Димитровграде на сцене ДК «Восход», где мастера Ульяновского драматического театра имени Гончарова сыграют премьерный спектакль «Малу» по пьесе «Мишель Лоранц» «Мой век» постановки Максима Копылова. Этот фестиваль будет особенным, он проходит в год театра, и мы очень надеемся, что все наши мероприятия, спектакли и всяческие креативные, интерактивные зрелища, посвященные этому делу, вызовут интерес у наших зрителей и у ваших читателей. В день открытия фестиваля ценители театрального искусства и деятели театра также отметят очень важную дату. И открытие фестиваля для нас будет таким двойным событием, потому что в этот день мы еще будем праздновать 75-летие регионального отделения Союза театральных деятелей. 22 марта Ульяновский драматический театр продолжит конкурсную программу и представит на родной сцене версию пьесы Александра Островского «Беспреданница» в постановке Владимира Золотаря. Особенность спектакля в том, что зрительские места располагаются на сцене, действие идет на аванс-сцене и в пространстве зрительного зала. Всего в конкурсной программе «Лицидея-2019» будет участвовать 9 театров региона. Почетным гостем «Лицидея» станет народный артист России Александр Михайлов. В Международный день театра 27 марта фестиваль подведет итоги конкурсной недели. Спектакль участников будет оценивать жюри под председательством Народного артиста России, лауреата Государственной премии России Валерия Шеймана. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова